Ангельсблад, Германия. Российский партнер Volkswagen ГАЗ борется за существование. Андре Болин. Ангельсблад, Германия. 19 апреля 2019 года. В российской автомобильной компании ГАЗ сорят страх и озлобление. Этот индустриальный гигант, основанный в Советском Союзе 90 лет назад при технологическом содействии Форда, после введения санкций США борется за существование. Завод во время войны бомбили немцы, и он выставил. Но если компания до 4 июля не возобновит нормальное производство, у нее не будут шансов на выживание, так однозначно описывает ситуацию владелец предприятия Олег Дерипаска. Чтобы спасти ГАЗ, он, по его собственным словам, готов уступить свои доли в предприятии. Также, как я это уже делал в прошлом, отвечает олигарх во время осмотра предприятия в Нижнем Новгороде на запрос газеты «Хандельсблад». «Хандельсблад». Строительство, металлургия и машиностроение, попало под прицел властей США. На его самый главный актив, алюминиевый гигант «Русал», который он контролировал через инвестиционную компанию «Н-Плюс», было оказано давление. В результате всего за один день он потерял 25% своей биржевой стоимости. Неуверенность у партнеров «Русалы» была временами настолько велика, что заводу пришлось остановить поставки. В то время как в «Русале» скопились недельные запасы продукции, по всему миру цены на алюминий взлетели до небес. Лишь после сложных и длительных переговоров Дерипаске удалось добиться того, чтобы «Русалы» и «Н-Плюс» в начале этого года вычеркнули из санкционного списка. Но цену за это пришлось заплатить немалую, он сам должен был безвозмездно уступить контрольный пакет в обеих компаниях. Чтобы защитить себя от дальнейших санкций, новые менеджеры «Русалы» решили переместиться с расположенного в Ла-Манш острова Джерси в российский налоговый азийский Ленинград, а также согласились на строительство в США завода за 1,7 миллиарда долларов. В случае с газом ситуация сложнее, по словам Дерипаски, он предложил похожую сделку, как «Сен-Плюс», но правительство США не просигнализировало, чего оно собственно хочет. С осени оно просто залегло на дно, никаких переговоров не ведется, жалуется миллиардер. Его слова, правда, не совпадают с утверждением министра финансов Антона Силуанова, заявившего в конце недели, что обе стороны ведут переговоры о решении проблемы. А у 40 тысяч сотрудников группы ГАЗ, руководимой бывшим управляющим МАГМА, МАГМА, Зигфридом Вольфом, Сигфрид Вольф, настроение колеблется между страхом, отчаянием и желанием дать отпор. Как посетовал один из сотрудников, во время ближайшего собрания коллектива речь должна была идти о перспективах, но их нет, пока грозят санкции, под угрозой 400 тысяч рабочих мест в этом цеху 4 конвейера, один из них остановлен, половина сотрудников уволилась, остальных мы распределили по другим участкам. Но мы все боимся за свои рабочие места, говорит Андрей Маттисон, бригадир сварочного участка. С лета остановлено производство малотоннажных фургонов Mercedes-Benz Sprinter, Mercedes-Benz Sprinter. Призрачно и удручающе выглядит законсервированная линия. После введения санкции один из ключевых поставщиков отказался от сотрудничества. Вслед за этим компания Daimler остановила производство, чтобы найти нового поставщика. Но что-то не особо упорно они ищут, видно, и сами боятся попасть под вторичные санкции, считает Алексей, еще один сотрудник завода. Санкции США помешают нашему международному сотрудничеству куда нам податься, если завод закроет. Мы что, как в 90-е годы опять должны будем работать продавщицами? Спрашивает член правкома Елена Сагустина. Если учесть смежные предприятия поставщики, торговые и транспортные компании, то под угрозой 400 тысяч рабочих мест. Эта численность не такого уж маленького города, напоминает начальник сборочного цеха Игорь Ростов. Газ должен вырваться из санкционной спирали Хайден, австриец по национальности. Перешел в 2014 году из Магновгаз и взял на себя руководство международными проектами. Сотрудничество с Volkswagen он считает успешным. В 2018 году мы экспортировали в ЕС 25 тысяч легковых автомобилей, чем мы очень гордимся, потому что это свидетельствует о том, что мы работаем с высоким качеством, говорит 49-летний менеджер. Но дальнейшее развитие будет возможно, только если газ вырвется из санкционной спирали. Иначе конец любому сотрудничеству, и инвестиции пропадут даром. Даже полученная недавно отсрочка введения санкций мешает производству. Новые проекты и инвестиции приходится откладывать, а с поставщиками все время заново договариваться о краткосрочных акциях. Даже при производстве собственных автофургонов и грузовиков, которым газ занимается параллельно со сборкой автомобилей Volkswagen, импортируется от 30 до 50% компонентов в зависимости от модели. Без международной кооперации газ неконкурентоспособен. Даже если завод будет национализирован, считает Дерипаска. Он надеется, что после публикации отчетами Улера в Вашингтоне произойдет переоценка ситуации. Но в случае с газом там значительно меньше давления изнутри, чем с Русалом, когда из-за повышения цен на алюминий были затронуты интересы и местные промышленности. А в ситуации с газом страдают немецкие автопроизводители. А так как Дональд Трамп их и без того считает угрозой для национальной безопасности, то не исключено, что в Белом доме этот побочный исчерп для немцев будет воспринят с удовлетворением. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...